Теперь вернемся к нашему персонажу. Я сейчас открою, каким он был до и покажу примерно, во что он сейчас превратился и этапы его эволюции, можно так сказать. На лекциях мы остановились на том моменте, что мы построили основу для лица персонажа, то есть основные циклы заложили. У нас было тело персонажа. Вот наше тело персонажа. Начали частично делать одежду, обувь. Ну, примерно мы на таком этапе остановились. Потом, спустя какое-то время, немного магии, персонаж превратился... Ой, не тот. Ну, вот здесь можно посмотреть этапы. То есть было немного детализировано лицо, потом я его соединила с телом, ну, продолжив дорабатывать лицо. Добавила немного элементов, такие как ресницы, брови, элементы одежды. Это вообще просто базово тестовые, тестовые кляксы для того, чтобы посмотреть примерно, какая прическа будет. И уже финально доработано лицо. Немного поправлены пропорции. Если посмотреть на начало, то здесь пропорции немного не выдержаны, потому что длинный нос, очень маленький рот. Вот. И вот на последних этапах уже... Ну, более-менее выправлены пропорции, но все же не совсем идеально. Уши не закончены. Шея была слишком узкая, тонкая, и я ее поправила. То есть процесс создания персонажа не может быть такой. То есть вы с первого раза сделали, и вам все нравится. То есть это такой процесс, как, можно сказать, в agile архитектуре разработки приложений. То есть поэтапно сначала легкие шаги, примерные формы, потом дорабатывание, дорабатывание, дорабатывание. На каком-то из этапов можно даже начать какой-то элемент заново. То есть не бойтесь переделывать вашу модель. То есть важнее всего финальный результат. Так. Ну, здесь еще пропорции не выправлены. Можно посмотреть. Губы не наделаны. И я сейчас открою третий файл. Вот в третьем файле я исправила подбородок, губы, нос. Как это можно легко делать? То есть у нас есть какая-то топология головы. Когда вы уже все, циклы поправлены, все более-менее поправлено, мало треугольников, нет пятиугольников, примерно все размечено. Ну, например, пропорции хромают. Для этого вы можете использовать скульптинг и использовать вот этот элемент. Нужно включить симметрию для того, чтобы это все симметрично делать. Выбираем центральный edge. И используем просто кисточку, которая помогает двигать. То есть можно просто подвинуть уши. То есть когда у нас уже есть основа, мы можем просто поправлять ее. Ну, делая какой-то характер персонажу. Размер кисточки мы зажимаем B и левую кнопку мыши. И B и левая кнопка мыши зажаты, и я просто двигаю мышкой. Чем больше размер, тем как бы больше изменений можно внести. Прям, например, увеличить нос, там увеличить уши. Чем меньше размер, тем детальнее можно работать с моделью. Потому что кисточка захватывает все части, особенно, например, губы. Например, вы хотите верхнюю подвинуть, то поэтому нужно будет использовать маленький размер. И, возможно, лучше select через B. Это я сейчас тоже покажу. То есть таким образом вы дорабатываете своего персонажа, поправляя все элементы. Как можно понять, что правильная ли у вас анатомия или нет? Для этого всегда помните, что нужно использовать референсы. Вы можете прям брать фотографии в профиль, в фаз и сравнивать примерно, как должны выглядеть губы, глаза. Примерно, какие пропорции у головы. Например, после создания первой головы я использовала эту фотографию и выправила примерно пропорции всего лица. То есть если вам персонаж чем-то не нравится, это значит то, что у вас, возможно, где-то не выдержаны пропорции, которые связаны с анатомией человека. То есть есть определенные правила, по которым строится лицо. То есть это, ну, как бы, правило третье. Расположение мочки уха на уровне ноздрей. Один глаз равен, например, ширина глаза равна ширине между носа. Ширина глаз примерно равна ширине губ. Возможно, у некоторых шире губы. Нос это примерно от зрачков начинается у носуха и заканчивается носом. Таким образом мы можем выстроить линию носа. То есть мы поговорили о процессе создания лица и его доработки. То есть у всех, у многих уже готовы лица, их топология. И теперь вы можете придать им какие-то детали и финализировать, просто используя элементы скульптинга. Заметьте, я использую Move Tool, он не создает новой геометрии. Он просто помогает подвинуть очень легко не каждый вертекс, а, например, какие-то области. Если использовать этот элемент, он строит дополнительную геометрию. Он как Extrude, например. То он сейчас в данном случае не совсем подходит. Так, теперь поговорим о деталях. Как можно сделать легко ресницы. То есть, когда мы будем создавать волосы персонально, есть два варианта, как мы будем создавать его. Мы можем это слепить, как, например, у данного персонажа. Если вы работаете в такой стилистике, то, получается, вы моделируете прям волосы. И потом красите, например, в Substance Painter, либо в 3D-коате. Если же вы... Так... Если же вы делаете более реалистичного персонажа, это уже другой алгоритм. Например, вы создаете такие плейны, просто их укладываете, то есть приблизительно по прическе. И наносите на них текстуру с полупрозрачностью. Текстуры, например, выглядят вот так. Они на прозрачном фоне. Вы раскладываете UV-развертку в зависимости от того, какие у вас пряди. То есть, у вас должно быть несколько вариантов вот таких волосиков в зависимости от пряди. Длинная прядь, коротенькая прядь, широкая прядь. Это дальше уже по разверткам выкладывается. И создается такая карта текстур. Как мы будем делать ресницы? Вот, например, я могу для своих ресниц использовать вот этот текстурный лист, можно так сказать. И через UV-маппинг разложу свои ресницы относительно вот этих вот ресничек. Такие текстуры можно скачивать из интернета, либо вы можете их создавать в фотошопе. Но в фотошопе, например, там есть разные кисти текстурные. В ютубе очень много уроков. Самое главное то, что это PNG-файл, и он содержит в себе прозрачность. Если, например, у вас вот такие плейны, то значит мы можем использовать прозрачную текстуру для того, чтобы сделать сюда ресницы. Ну, в принципе, мы можем это сейчас и сделать. Так, давайте сейчас я прервусь, проверю. Так вот, у нас есть ресницы. Но для того, чтобы мы смогли использовать текстуру, мы должны сделать им UV-развертку. То есть сейчас UV-координаты выглядят именно вот так примерно. Мы с текстурами работаем в 2D-редакторе. Он называется UV-taxure-эдитер. Сейчас по умолчанию получается, что плейн имеет развертку квадратика. Куб там немного по-другому выглядит. Теперь я могу сделать развертку верхних ресниц. Я могу использовать определенные маппинги, например, такие как планар-маппинг. Либо даже Best Plane. Давайте верхнюю будем использовать через Best Plane, а нижнюю через Planar Mapping. Best Plane работает так, что я сейчас нажала, и теперь я должна выделить тот фейс, по которому я хочу развернуть. Ну, примерно центральный возьмем. Теперь я нажимаю Enter, и у меня ресницы разворачиваются таким образом. Нижний я могу сделать через Planar Mapping. Для Planar Mapping обязательно нужно определить, какую координату мы будем использовать для разворота. Например, сейчас проверим x. x не совсем подошел, потому что он, если посмотрите, он сбоку смотрит. Отменяем. Попробуем y. Вот, y подошел. Но он развернул это немного вот таким хаотичным способом. Это можно исправить с помощью Unfold. То есть я сейчас просто двойным кликом выделила. Двойным кликом выделяется весь шелф UV этих точек. UV отличается от вертексов тем, что они не влияют на топологию. Я могу их здесь двигать, и ничего не произойдет. Если я буду двигать вертексы, изменится геометрия. Здесь меняется только ее развертка. Могу выделять в режиме Face, UV. И теперь я нажимаю Unfold. Unfold разворачивает и делает примерно сглаживание такое, как на модели. Ну, здесь тоже можно сделать Unfold. Unfold самая важная деталь во время того, как вы работаете с текстурами. Ну, она решает очень много проблем разных. Так, это второй глаз. Мы его пока можем сдвинуть подальше. Что-то их много. А, там каждый квадратик, видимо, развернулся. Они с отдельными объектами или нет? Нет, они вместе. А, там вообще-то они законнектируют? Нет, они не законнектируют. Кстати, как я их создавала? Я сдублировала лицо. У меня сейчас лицо отдельно. Я его не сшивала с моделью. Потому что я все время двигала, увеличивала, уменьшала его. В зависимости от пропорции тела. Так, ресницы я сделала так. Я удалила то, что мне не нужно. И взяла... Сэкструдила только вот эту часть. Ну, ближайшую к глазу. Вот эту часть. Сейчас можно вот это все удалить. Оставить только один. Чтобы был край. И я использовала экструд. Ну, сейчас включена симметрия. Да, можно. Ну, в общем, вот так вот я их сэкструдила наружу. Немного подвигала вертексы вперед. Чтобы было, выглядело как ресницы. Хорошо, я вам напишу. Спасибо. Так, давайте продолжим текстурировать. Это не обязательно окно. Это не обязательно. Вот мы вернулись в наше окно. Теперь мне нужно наложить сюда текстуру тех ресничек. Для этого я их сейчас скачаю. Кстати, когда вы работаете с текстурами, желательно держать все в одной папке. То есть, где ваша модель, там и ваши текстуры. Для того, чтобы потом пути не перепутались. Например, вы же работаете дома за компьютером, вы работаете здесь, в универе. И для того, чтобы переносить быстро проект, вы можете просто перекачивать всю папку. Maya не хранит текстуры в самом файле Maya. Она хранит ссылки до этих текстур. Ну, и сейчас они у меня в одной папке, в загрузках. Поэтому я назначаю новый материал. По аналогии с ресницами будут создаваться также волосы. Новый материал создан. Он называется Lambert 5. Мне нужно зайти в режим Color. То есть, я открыла атрибут Editor там, где находятся материалы. Я открываю Color. Открываю файл. И... Так. Загрузки. Иду до моей текстуры. Вот она. И назначаю. Если вы ничего не видите, это значит, что не включен режим отображения текстур. Если я нажму 6, то текстуры включаются. А, возможно, у меня в качестве JPEG скачался файл. Это не совсем правильно. Придется искать заново. А, я могу вообще просто сейчас переименовать его. Нет. 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 Внизу, сейчас я уже не помню, показывать расширение. Внизу написано «Скрывать расширение, и там галочка стоит». «Скрывать расширение, и там галочка стоит». «Скрывать расширение, и там галочка стоит, и там галочка стоит». Можно в гугле «Визуальный поиск». «Скрывать расширение, и там галочка стоит». Для того, чтобы переназначить путь до другой картинки, мы нажимаем на эту кнопку, открываем папку и закидываем уже другую текстуру. Вот, это уже точно прозрачное. Если прозрачность не отображается, это значит, что у меня сейчас вьюпорт не совсем так работает. При рендере здесь должны быть прозрачные. Ну вот, уже видно, что там прозрачные элементы, и сейчас все нормально. Теперь наша задача подтянуть UV, который мы использовали. UV под текстуру. Вот это у нас нижняя. Так, я сейчас ее поворачиваю. И двигаю прямо на картиночку. Мы так поступаем со всеми текстурами, которые мы, например, скачали в интернете. А если мы создаем определенные текстуры в фотошопе, например, то мы в фотошопе подгоняем под UV-развертку. Так приблизительно будут выглядеть нижние ресницы. Так, вот здесь вот что-то пошло не очень. Ну, можно вот так вот сделать. То есть, главное, чтобы они выглядели на самой модели правильно. Теперь займемся верхним веком. Если я без помощи unfold, перемещаю в UV-координаты, то текстура может ломаться. Поэтому нужно смотреть. Сейчас я немного подправлю. Смотрите, если я буду двигать, вот, то они начинают ломаться. Где-то расширяются, где-то заужаются. Поэтому нужно смотреть, чтобы текстура не перекосила. Например, если я буду вращать, то у меня вот здесь уже гнется текстура. Поэтому этого делать не стоит. И можно просто чуть-чуть подвинуть. Мультикат работает на модели, но в UV есть свой кат. Сейчас мы будем разворачивать голову, и там вы увидите. Вот примерно вот такие ресницы. Сюда можно просто сдублировать, отразить эту модель. Так, теперь займемся головой. Вот здесь она у меня уже развернута, но у меня есть копия неразвернутой головы. Я сейчас вот эту скрою. Вот этот. Кстати, как выглядят глаза. То есть глаза не нужно удалять. Они должны быть сферами. То есть мы их просто подгоняем под наш вырез глаз. Таким образом, когда мы их отрегиваем, вы сможете вращать глазами. То есть зрачок поворачивать. Если, например, они будут какие-то плоские, при вращении геометрия будет отсюда вылазить. И, ну, как бы не сможете санимировать взгляд. Так, здесь наоборот все, кроме этой скроем. Ctrl-H. Shift-H. Он показывает скрытые элементы. Но shift-H работает, когда вы выделите в аутлайнере определенную фигуру. И вы можете ее скрыть и показать. Вот неразвернутая голова. Сейчас, напомню, она у меня отрезана от тела. Но это не совсем важно. Например, если у вас все тело будет, то все равно UV-координаты выглядят примерно вот так. Это после всех манипуляций, когда вы создаете, экструдите. UV-координаты выглядят вот так. Теперь наша задача сделать из вот таких вот UV, сделать хорошую развертку. Почему важны развертки? Развертки важны для того, чтобы правильно отображалась текстура. Если я сейчас назначу на нее текстуру, ну, например, вот простой чекер, то она будет выглядеть на модели вот так, если не делать развертку. Развертку можно не делать, когда вы используете, например, просто цвет какой-то. Залит черный цвет и так далее. Но если вы, например, захотите запекать дальше в нее цвет и тени, то это не сработает. Получится вот такая фигура потом в конце. То есть все вот эти данные запекаются в развертку. Если она не почищена, то ничего не получится. Поэтому мы сейчас возьмем и сделаем сначала простую развертку. То есть я буду использовать Best Plane. Выделю, например, какой-нибудь плоский фейс, по которому буду разворачивать. Например, вот этот. Нажму Enter. У меня получится вот такая развертка. Даже я могу лучше выделить два вот этих фейса. Это самый оптимальный способ развертки. То есть способов разворачивать лицо очень множество. Я сейчас покажу, который самый такой быстрый. Я выделила два лобных фейса и использую Best Plane. Сейчас у меня... Сейчас чуть-чуть подгашу вот так, чтобы видно было линии. Вот, она более-менее прямая. Никаких перекосов нет. То есть это как планар-маппинг спереди. Когда я выделяла один фейс, то у меня был немного перекос. Теперь я буду использовать UV-Cut. Вот такой плоский рисунок мне не подходит, потому что смотрите, как текстура едет. Она прям... Вот здесь будут зазоры, например, при наложении текстуры. Также, например, когда вы раскрашиваете фигуру в Substance Painter'е либо в 3D-Coat'е, развертки должны быть уже готовы. Потому что покрасив модель, они расположатся именно вот на вот этой развертке. То есть как бы вы ни красили, все равно вот здесь вот будет криво потом накладываться. Так, теперь я возьму... Выделю Эджи. И возьму вот эти задние фейсы. Создам шов текстуры. До самого конца. Maya отображает границы UV-разверток такими жесткими линиями. Это благодаря тому, что здесь включена вот эта галочка. Поэтому мы здесь во вьюпорте видим линии развертки текстуры. Это полезно. Теперь я с шифтом добавлю выделение ушей. Я не хочу, чтобы они у меня были вместе с лицом развернуты. Потому что это как бы отдельная деталь. И в ней тоже очень много информации. То есть... Я сейчас внимательно вырезаю по кругу. Здесь немного не попадаю. Ну вот, более-менее вырезала. Один Эдж остался. И еще добавляю с шифтом выделение вот этого уха. Желательно UV-развертки делать, когда вы уже закончили с моделью. Потому что дальнейшие манипуляции никак не влияют на UV. И когда вы уже полностью сделали свою модель, то тогда вы можете делать UV-развертку. Ну, вроде бы все... Оба уха выделены. Теперь я нажимаю Cut and View UV. В UV-Texture Editor. Вот он у нас. Я нажимаю Cut. У меня образуются вот такие разрезы. По которым... Теперь UV вот здесь не связываем друг с другом. И если я нажму, выделив всю модель в качестве UV и нажму Unfold, у меня разрежется именно по вот этим швам. Разложится текстура. Теперь мы можем развернуть уши. Вот примерно вот такая модель получилась. Теперь мы можем это все расположить на нашем листе текстуры. Например, листы текстуры бывают 1К, это 1024 на 1024. То есть они всегда идут квадратные. Либо 2К, 2048 на 2048. И, соответственно, 4К. 4К это самое максимальное. Если вы, например, всю модель раскладываете на одном листе, то желательно использовать текстуру 4К. Так она не будет пикселизироваться потом в дальнейшем в играх. Либо на рендере. Если, например, вы разворачиваете лицо отдельно, одежду отдельно, то можно использовать текстуры как бы 1024 на 1024, либо 2048 на 2048. Это важно для детализации, то есть для качественного отображения. Чем выше разрешение текстуры, тем качественнее весь рендер и чем качественнее выглядит модель. Но если, например, высоко детализированы текстуры, они очень много ресурсов затрагивают. Нет, они будут все вместе в одном. Я их не буду раскладывать на разные. Они расположатся на одном листе. Возможно, я сюда добавлю еще какие-либо детали. То есть это в процессе двигается все. Так. Теперь мне нужно их расположить. Я выделила все три моих UV и я выбираю Layout UVs. Таким образом они как бы делают раскладку вашей модели на 2D текстуре. Теперь нужно проверить, насколько квадратики совпадают. То есть квадратики показывают разрешение текстуры. Если, например, здесь слишком большие квадратики, а здесь слишком мелкие, это означает, что здесь текстура будет менее качественная, чем вот здесь. У них должны быть примерно одинаковые квадратики. Если квадратики вот так вот растягиваются, это значит, здесь UV можно чуть-чуть подтянуть. Ну да, можно подтянуть. Возьмем уши. Можно работать отдельно с каждым UV. Так, это нижний. Ну вот они здесь слишком плотно сидят. Выберу вот этот. И начиная двигать, у меня получается редактируется UV. Кстати, если вы начинаете вручную двигать UV, это всегда бывает опасно. Если, например, вот так начну его двигать, он выглядит здесь хорошо, но здесь они накладываются друг на друга. Если, например, делать потом запекание текстуру или light map, здесь некачественно ляжет текстура, она ляжет с фейсов и вот с этих, и с тех, на которые они лежат. То есть получится грязь. Поэтому желательно, чтобы они друг на друга не наезжали. Поэтому если их двигать, то их двигать все вместе. Важно, чтобы UV ваши были очень плоские, развернутые, никто никому не мешал. Ну, можно совсем чуть-чуть двигать. Обычно Unfold справляется. То есть сейчас UV для головы готов. Можем посмотреть, как делать UV, например, для перчаток, либо рук. Но сейчас у меня перчатки отдельно. Если, например, у вас все тело, аналогичным образом мы поступаем с перчатками. Мы их делали из кубы, поэтому изначально сохранилась развертка кубы. Мы ее сейчас переделаем. Так, возьмем тоже Best Plain. И возьмем какой-нибудь самые плоские фейсы. Я взяла два вот этих на ладони. Вот, таким образом у нас развернулась перчатка. Теперь мы должны создать швы для этой перчатки. Я возьму вот таким образом. Так, не совсем. Лучше вот так. В данном случае помогают, если у нас правильная топология и правильные круги. То есть выбрать такой правильный разрез. Ну, в принципе, может быть, да. Подойдет. Разрежем так и разрежем вот так. То есть вы, например, примерно же сталкивались с теорией, как шьют одежду. То есть текстурирование примерно то же самое. То есть вы создаете развертку в вашей модели для того, чтобы потом текстура, как одежда, волокла в вашу модель. Сейчас разрежем. Выделим все UV и сделаю unfold. Этот процесс занимает какое-то время. Значит, у меня где-то не дорезано. Если ничего не произошло, значит, они где-то связаны. То есть швы должны быть до конца. Мне нужно сейчас выделить вот эти edges. И тоже сделать cut UVs. И также сейчас я выделю все UV. Сделаю unfold. Вот. Теперь у меня развернулось. Так как они друг на дружке лежат, это не совсем удобно. Я могу сейчас случайно двигать и задеть другие. Поэтому я сразу сделаю layout. И вот таким образом у меня развернулись и пальчики, и перчатки. Например, с перчаткой можно поступить таким образом. Чтобы швов было меньше, можно ее сшить. Вот здесь. Например, мы сейчас сделали cut, а теперь можно сшить данные фейсы друг с другом. Для этого я нажму через... Либо cut and see, нажму с you. Либо, например, через shift и see. Так, move and see. Просто с you она ломает нашу развертку unfold. Move and see, он пододвигает модель к другой модели. И теперь опять надо нажать unfold. И теперь выделяю все вместе, опять нажимаю layout. Как вы помните, текстуры UV-развертки друг на друге не должны лежать. У них должно быть свое пространство. Ну вот, все. Проверяем квадратики. Они все примерно одинаковые, равномерные. Перекосов нету. Ну, швы тоже незначительные стыки. Все, развертка руки готова. Можем теперь приступать к телу. Тело я уже сделала через planar mapping проекцию. То есть могу сейчас еще раз повторить. Сделать ее более ровной. Я выделяю object mode. То, что хочу развернуть. Выбираю west plane. И нажимаю вот эти два центральных фейса. Которые более-менее прямо стоят к камере. К камере и ко всем другим частям. Нажимаю enter. Так, не совсем получилось. Поэтому лучше взять, наверное, живот. Опять object mode. Сначала выбираю best plane. И теперь вот эти два центральных фейса. Сейчас не получилось. Опять object mode. Best plane. Два центральных фейса. И enter. Можно три. Можно группу фейсов. Ну, этого достаточно. То есть вот у нас прямая модель. Но для чего мы делаем cut? Для того, чтобы UV не находились друг на друге. Поэтому мы сейчас будем его, модель делить. Отдельно тело, отдельно руки. Руки можно, в принципе, не разворачивать. Потому что она в перчатках. Возможно, я потом удалю эти фейсы. Надо будет еще подумать. Ну, давайте начнем с плечей. Выделяю плечи. Ну, минимально, чтобы швы были заметны. То есть я возьму какой-нибудь вот этот стык. И, соответственно, возьму этот же симметрично. Нет, не этот. Вот этот. Проверили все симметрично. Теперь делаю cut. Так, руки мы отрезали. Теперь мне нужно взять шов вот здесь, сверху. Точно такой же выделяю с другой руки. И тоже можно сделать cut. Для того, чтобы все время не возвращаться в то меню, я буду использовать горячую клавишу повторения команды. Это называется горячая клавиша G. Давайте примерно чуть ниже перчаток возьмем и отрежем отсюда руку. Нажму G. У меня появилось деление. Так, теперь то же самое возьму здесь. Кстати, можно здесь тоже включить symmetry settings. Тоже будет работать. Сейчас я отменю выделение руки. Верну симметрию. Верну симметрию. Центральный edge. И продолжим. Вот. Все работает. Все симметрично. Опять нажму cut. И после этого буду использовать G. G повторяет последнюю команду. Так. Возможно, ноги я разрежу вот так. Вдоль тела мне нужно разрезать. И руки, и ноги. Все проверили. Вот здесь рез. Вот здесь. И между ног. Так, разрезали. И мне нужно отделить стопы. Со стопами мы дальше будем тоже отдельно воевать. Примерно все разрезано. И можно нажимать unfold. Выделяем все UV. И делаем все UV. Unfold. Опять выделяю все UV. И делаю layout. Вот так вот и разрезалось тело. Кстати, если, например, вы будете текстурировать в фотошопе. Например, сюда текстуру джинс накладывать на ноги или еще что-либо. Вы можете сделать снапшот всего UV-сета. То есть у вас сейчас выделена модель в Object Mode. Заходите во вкладку UV-сет и делаете... Так, где же он? А, вот. Image UV Snapshot. Здесь нужно настроить путь, куда сохранится UV-координат. Я выберу рабочий стол и какую-нибудь папку 3D Charter Design. Назову файл name.uv. Сделаю save. Выбираю PNG. PNG очень важно для того, чтобы у нас... Вот эти все деления оказались на прозрачном файле. И, например, сайт 2048. Разрешение тоже важно. То есть какую текстуру вы будете использовать, создавать в фотошопе, такое разрешение здесь и ставите. Все. Можно нажать apply and close. И я сейчас захожу в ту папку, куда я сохранила снапшот. И вот так выглядит у меня развертка. Теперь я могу открыть ее через фотошоп. У нас создается отдельный слой нашей развертки. И, например, мы можем в интернете скачать, например. Либо текстуру, либо прямо с деталями. То есть на любой вкус. Кстати, важно. UV снапшот нужно делать только тогда, когда вы уже закончили развертку UV. Сейчас у нас недоразвернутые пальцы. Они кривые. То есть к фотошопу мы сейчас попозже вернемся. Нужно сначала доделать пальцы. Для пальцев нужно опять добавить каты. И такие каты. Ну, кстати, в принципе, ногу тоже можно так разрезать полностью. Опять делаем unfold. И у нас должны были дорезаться пальцы. Вот они. Ну, кроме пальцев у нас больше проблем нету. Поэтому мы сейчас выделим весь UV сет. И опять сделаем layout. Пальцы у нас слишком мелкие. Если такое происходит, то нужно будет вручную их увеличивать. Потому что здесь будет слишком большая, маленькая детализация. Я их чуть-чуть увеличу до того момента, как у нас не появятся такие же квадратики, как и на ногах. И буду вручную их раскладывать в свободные места. Потому что если я сейчас опять нажму unfold, то у меня они станут маленькими. для того, чтобы их отдельно двигать, мне нужно будет отключить симметрию и раскладывать их дальше. никто никому другу не мешает. все, теперь заново сделаем снапшот. Можно уже его назвать 2. все, файл создался, открываем его в фотошопе. И берем текстуру. У нас должна была скачаться. Все текстуры храним в одном файле. И ставим в фотошопе его слоем ниже. Ну, вот здесь их еле-еле видно. Можно сейчас заливку сделать. Добавить слой Ctrl-Shift-N. Залить. Добавить прозрачности. Вот видно. Потом этот слой мы просто можем скрыть и не сохранять. Теперь мы смотрим в мае, где у нас ноги. Какие именно места у нас содержат в себе джинсы. Ну, джинсы сейчас просто условно для того, чтобы понять принцип текстурирования. После того, как мы сделали развертки, мы приступаем к текстурированию. Джинсы у нас находятся вот в этих местах. Поэтому мне, в принципе, текстура не везде понадобится. Но я сейчас могу равномерно примерно подвинуть в те места, где у меня джинсы. А лишнее просто ластиком убрать. Сдублирую ее через Alt. Слой заблокируем, чтобы не двигался. И вот здесь будет другая текстура. Вот здесь первая штанина, вторая, здесь другие. С остальных мне нужно убрать, для этого я буду сейчас использовать ластик и прямо вручную проходиться там, где у меня другие элементы. Здесь надо быть очень внимательны, не задеть основную текстуру. поэтому, в принципе, им нужен воздух, чтобы было удобно текстурировать. Прямо внимательно проходимся кисточкой. Ну вот, все, соседние не мешают. Теперь убираем лишнее отсюда. Так мы можем в одной текстуре иметь все тело, текстуру всего тела. А, да, точно. Род好, где не курить, чтобы было красиво, не шерк 재�asion. Парк 음инь. А, да, все, в норме. А, да, все, врачи. Прямо держи. И, врачи. Крич. Отдево, вот-врачи. А, да. А, да. Минььььху. А, да. Прямо и жим 6-ти. А, да. теперь мы включаем все что нужно выключаем сетку чтобы это не запеклось текстуру и сохраняем принципе можно сохранить как jpeg потому что нам здесь не нужна прозрачность называем прям и теперь мы назначаем на наше тело текстуру динс нашу текстуру бате текше потом текстуры можно дорабатывать развертка сохранилась и в принципе можно просто заменять файл и все то есть можно в процессе создавать текстуру просто добавляя детали на нее потом докрасить тело например добавить там шорты или еще что-нибудь футболку получилось немного крупные мы должны это были это учесть на этапе когда мы накладывали здесь текстуру то есть нужно сейчас будет опять закинуть текстуру джинсов но уменьшить ее очень сильно для того чтобы у нас не было там крупных деталей ну сейчас на одном примере посмотрим и здесь кстати очень важно когда появляется тайл текстур например вот здесь сейчас видны швы и то есть на модели также будет выглядеть для этого нужно будет объединить слои и поправить текстуру это можно сделать с помощью заплатки или штампа то есть мы двигаем уже в другие объекты там убираем какие-то не явные дефекты там где видны швы ну сейчас очень грубо создала то есть надо будет а кстати можно же просто взять использовать это как-то про обтравочную маску и я могу просто переза пересохранить баде так что я ее заменяю в мая вернувшись мая я просто нажму здесь релоуд таким образом у нас заменилась текстура джинс то есть процесс текстурирования он тоже такой инкрементарный то есть постоянно начинаете с основных форм потом дальше уже дорабатывать теперь очень интересно как быть если например у нас модель например ботинки но она состоит из разных частей сейчас мы делали развертку для для тела начала например у нас комбайнен а если например у нас есть несколько кусочков но мы не хотим например их комбайнить для этого мы можем все равно запечь развертку на одну текстуру на одну текстуру их развертки могу сначала сделать развертку ботинка для этого я могу просто использовать уже не best plane а планар маппинг автоматик маппинг так как у меня модель может состоять из разных кусков в принципе автоматик маппинг здесь очень хорошо справляется здесь мне швы не так важны потому что это не тело и в принципе ну если где-то какие-то кусочки будут вот разные это не так сильно бросается в глаза как если бы мы работаем с телом то есть в теле очень важно чтобы там правильно развернулась поэтому мы использовали best plane и unfold здесь это не так важно поэтому можно взять автоматик маппинг так теперь я выберу вот эти детали и тоже нажму автоматик маппинг сразу текстура уже нормально накладывается единственное нужно будет посмотреть разрешение я теперь выделила их все вместе через shift выделю их также здесь они появились но не друг на друге и мне нужно сделать layout таким образом вся модель теперь хоть она и не скомбайнена находится на одной развертке ну прежде чем еще я вот делать у меня получается здесь слишком мелкие на вот этом кусочке они слишком большие я могу их пока вынести и немного соскелить их до того момента пока они не станут примерно как вся модель даже после layout можно в принципе делать другую свою компоновку то есть layout делает большую работу то есть убирает пересечение но дальше вы можете уже немного оптимизировать так наверное кто лучше наверх закинуть и развернуть кстати здесь move, scale, rotate на такие же клавиши например, rotate на E горячая клавиша так и теперь у меня если например automatic mapping слишком разворачивает модель то можно ее сшивать то есть чтобы было меньше всего швов они подсвечиваются которые имеют общий edge теперь я делаю move and see you edge и так примерно несколько раз пока у меня не будет приблизительно оптимальный такой разрез с меньшим количеством так здесь не подойдет лучше его куда-нибудь в другое место пришить например вот сюда чтобы они друг другу не мешали но и меньше всего занимали текстуры ну мало было слов в общем более-менее оптимальный вариант можно еще раз сделать unfold ну и кстати когда много таких мелких кусочков это не совсем удобно текстурировать поэтому после automatic mapping нужно это все чистить главное не нажимать layout потому что у нас собьются скил ну вот примерно его сюда и дальше вот эти все мелкие мелкие нужно дочистить чтобы чем меньше кусков развертки тем легче ее текстурировать потом так выглядят ботинки в развертке так выглядят ботинки в принципе в верхнюю одежду ее все можно тоже запечь в принципе в верхнюю одежду ее все можно тоже запечь так 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 отдельно выводить можно тот предмет который у вас содержит больше всего деталей там нужна уже отдельная развертка где меньше всего детали в принципе их можно замастить на одном листе и тоже можно нажать automatic mapping хотя нет вот здесь есть automatic mapping нажатия он разделит на много разных кусочков поэтому в принципе здесь можно прям вручную каждый раскладывать ну например здесь можно тоже использовать best plane и порезать просто добавить швы по бокам тем более они у нас уже почти есть вот в описании так можно сделать layout тестовый так теперь возьмем так вот 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 и дорежем уже остального тоже кат он фонт а надо было еще сверху разрезать ну это не так важно если сверху разрезать он будет меньше места занимать разрезы нужны для того чтобы он фонд более так более плоско развернул текстуру теперь вот этот элемент тоже закинем в текстуру здесь уже можно сделать автоматик маппинг а еще можно например не текст не делать развертку под этот предмет а просто его сдублировать когда мы сделаем эту то есть это тоже оптимизация работы сошьем мелкие детали очень странно здесь легли поэтому нужно сделать амфолт потому что там были ли вы перекручены после мы фан сью элитис нужно тоже делать периодически амфолт и проверять главное чтобы здесь вот так вот не попал ли текстуры для этого мы сейчас закончим срывать их амфолт и это крайне поэтому как и и и Можно вот эти тоже сшить. Так, здесь немного поехала. Поэтому... А, почему поехала? Потому что мы здесь не сшили их. Если сшить, все стабилизируется. И вот здесь можно тоже сшить. Таким образом, после automatic mapping у нас появилось мало швов. И текстура, например, если просто найти в интернете металл, она наложится ровно, без всяких швов вот здесь. Тело разложили, это разложили. И теперь вот эту часть. Можно ее просто сделать unfold. У нее два куска, можно сделать шов только сзади. Там, где он менее заметный. Для этого выделяю все edges. И делаю сейчас опять unfold. Так, этот предмет мне нужно сдублировать и отразить его сюда. Для этого я сейчас возьму, выставлю центр пайлот на центр моей фигуры. Нажму дубликейт и нажму минус один. Вот таким образом мы сразу оттекстурировали два боковых наплечника. freeze transformation для того, чтобы убрать негативные эти координаты. И теперь можно замастить вот эти все детали в одну. Для этого я выбираю все UV и нажимаю layout. И вот теперь для всей верхней одежды мы можем создать отдельную карту текстуры. Мы разрезали UV для головы, для тела, для одежды, для перчаток. Перчатки можно тоже отразить. И для ботинок. В текстурировании будет тоже два вида. Например, вы можете использовать Photoshop и развертки. И накладывать, собирать, например, карту текстуры вашего персонажа в Photoshop. Либо вы можете пойти в Substance Painter и 3D Code. То есть все зависит от стилистики вашего персонажа. Если он, например, имеет реалистичные текстуры, для этого удобнее всего использовать Photoshop. А если он, например, больше как аниме персонаж, либо такой рисованный, для этого лучше использовать 3D Code, либо Substance Painter. Для более реалистичных можно использовать Photoshop. Либо миксовать, например, и Photoshop, и 3D Code. Вот. Хотя, скорее всего, например, более реалистичные текстуры, если вы помните, в iCity Deluxe. Ну да, они там использовали такие карты. Вот. То есть, если, например, что-то такое делаете, то можно использовать Photoshop. Ну, они используют как бы, да. Color Pattern. Паттерны. Да, все верно. Реалистичная по меркам доступности технологии этого времени. Да, текстур. То есть, используются вот какие-то такие нормальные текстуры. А есть, например, hand-painted персонажи. Ну, это больше вот, например, вот такие, где уже нарисовано все. Осталось полчаса. В принципе, мы можем, наверное, экспортнуть вот эту модельку в Substance Painter. Сегодня его посмотрим. Потому что у нас здесь есть доспехи. Там очень классные текстуры доспехов. А на следующем уроке мы уже попробуем рисовать лицо в 3D Code. Например, в 3D Code очень классно прям рисовать на модели. Там, ну, как бы классно получаются такие рисованные текстуры. А в Substance Painter тоже полуреалистичные, но такие уже больше продвинутый уровень текстурирования. Ну, как сейчас в современных играх. Так, как мы можем это все сделать? Мы можем выделить всего персонажа и экспортнуть его через ОБЖ. Также на следующем уроке мы сделаем ей волосы. Сделаем волосы и будем все это красить в 3D Code. А броню мы сделаем в Substance Painter. Так, я закрою все лишнее. И открываем Substance Painter. В мае тоже можно, в принципе, будет закрыть. Так, я нечаянно не то закрыла. Ну, здесь можно пока нажать Close и мы делаем файл. Open. Так, нет. Не Open, Import. Так, нет. Попробуем просто закинуть его сюда. Так, вот что происходит, когда забываем делать Freeze Transformation. Нормали выворачиваться наизнанку, да. Ну, сейчас можем заняться только ботинком там отдельно и броней. В Substance Painter переносятся материалы, так как они названы в мае. Например, Ламберт 6, Ламберт 5, это наши глаза. Вот, Ламберт 6, в принципе, нам нужен. Можно выделить только его тело. А, нет, это тело. Нам надо, скорее всего. Нам надо было. Нормально. А, блин, два возьмем. Нет, надо сначала в мае хорошенько почистить модельку, назвать отдельно материалы, и после этого уже переносить в Substance Painter, иначе трудно работать. Либо мы можем вообще взять, экспортнуть только вот эти модели, которые мы хотим раскрасить, без лишних деталей. Если мы меняем материал, у нас же UV не ломается? Нет, UV не ломается. Если мы меняем UV, то отображение материалов по-другому становится. Так, перенесем только реально вот эту часть. Назовем их одним материалом. Хотя нет, в принципе, юбку можно отдельно сделать. Вот это у нас будет металлом. И желательно использовать удобно читаемые названия, чтобы потом там не ковыряться, где что, за что отвечает. И вот это пусть будет кожаная. Так. Вот эту перчатку я, по-моему, не развернула, но лучше ее не экспортировать. Спасибо. Второе. Видео. Всё. Продолжение следует... 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 для этого тоже посмотрим какие у нас есть есть материалы подберем примерно какое понравится вот например лазербайк так называется ну вот так такой материал кожи тоже очень такой симпатичный посмотрев урок можно добавлять сюда детали рисовать там потертости детализировать добавлять например швы кстати можно сейчас скин сделать тоже здесь очень хорошие текстуры кожи в принципе этап текстурирования благодаря substance painter не такой сложный и ну получается на выходе прям классный результат так в принципе мы более-менее так покрасили без деталей и теперь нам надо это все будет экспортировать слишком большое разрешение как мы на прошлом предмете проходили есть текстурах такое направление как pbr текстуры это physical base render то есть они substance painter используют этот алгоритм то есть отдельно сохраняется блики металла отдельно сохраняется цвет объекта отдельно сохраняется например ambient occlusion и ну другие детали и pbr направление они как раз вот сохраняют все эти карты отдельно выберем например такой пресет нужно выбрать папку назначению куда буду сохранять вот эти вот пресеты насколько я понял они влияют только на то как называться наши слои количество слоев разных программ где-то называется нормальный где-то называется а до спекил армап или ровно ну кстати раф на сына ну как бы гораздо лучше чем спекил армапа да и для бликов таких раф нас для округленности там вот где как ложится свет и теперь мы это все должны посмотреть какие у нас получились текстуры ну вот наш металл и наша кожа возвращаемся в мае и назначаем текстуры которые мы получили в substance painter можем будем в мае анимировать или да в мае так разверстка у нас уже есть мы теперь просто настраиваем наши материалы так substance painter надо закрыть вот все гораздо шустрее стало работать теперь вместо color мы берем металл металл диффьюз а ну вот бейс колор пока ничего не видно но мы идем дальше кстати скорее всего вместо ламберта лучше использовать какой-нибудь арнольдовский материал до процесс шейтинга очень тесно связан вместе с процессом рендеринга так лучше арнольдовский какой-нибудь стандарт вертвейс и уже здесь вместо color убираем опять тот материал вместо diffuse roughness мы выбираем тут прямо написано roughness он уже сразу по-другому начал светиться вместо металлически выбираем вместо металлически выбираем металлик софтвер не отрендерит нужно 1 включить да освещения нету сейчас будет темно можно создать какой-нибудь дом light ну вот уже более-менее металл так нормально пойдут в наш геометри бамп-мап где-то где-то бамп-мап называется ну вот оно стало чуть-чуть таким ребристым так это сильно так это сильно так это сильно так бамп-мап надо будет настроить сейчас депс вообще 0 1 поставить тогда все будет нормально на по тоже же что в в это в его а в на в в в в в И назначим кожу. Дефьюс рапнесс, файл рапнесс. Можно еще, кстати, Specular Roughness тоже взять вместо color. А, металл надо. Хотя здесь металл, в принципе, не нужен, это же кожа. Мы возьмем только бамп. Сразу возьмем здесь маленькое значение. Музыка. 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 Ну, получилось что-то примерно такое. Теперь все это нужно детализировать. Детализировать Substance Painter, то есть добавлять всякие затертости, тени, то есть это все можно рисовать прямо там. Вот, допустим, предметы, которые должны быть видны с двух сторон. Вот, допустим, как юбка сейчас. Мы просто сейчас возьмем и добавим ей толщины. То есть мы возьмем. Толщины, да? Да. Можно будет, ну, заново. Скорее всего, за синенькую лучше потянуть. Вот. Просто, ну, Майя вроде бы как может. А Юнити не видит, да? Рендерит. Ну, это те предметы, которые видно с изнанки. Им нужно добавлять толщину. Например, перчаткам это необязательно. Потому что, в принципе, мы не видим то, что происходит вот здесь. Можем сейчас еще посмотреть кожу в Substance Painter. Для этого я сейчас удалю историю и через экспорт-селекшн. Глаза лучше через Photoshop, потому что есть прям текстуры глаз. Глаза лучше через Photoshop, потому что есть прям текстуры глаз. Ты же на работе в Photoshop. Там же в Photoshop есть свой устроенный видовер. Ну, там не совсем хорошая идея. Вот здесь сразу видно развертку. И мы можем скинуть. Что-то надо ему resolution меньше поставить. Больше, да. Кстати, здесь можно будет объединять материалы. Например, где-то гладенько, где-то поры можно вот эти использовать. А есть же еще эти? Да, есть Space. Вот, например, два наложились поры. Это страшно, да. Это надо подгонять. Да. А, там, я помню. Не запали, да. Развертки. На плодной пространстве можно ее развертить? Да. Ну, здесь получается кожа разделена на слои, где носовая часть. В зависимости от этого у них нормали разные. А, это с помощью маски? Да. Надо будет рисовать отдельно. Ну, примерно вот так. А касательно глаз, например, у меня есть доска текстур глаз. Ну, вот, можно использовать такие текстуры для глаз. И тоже на фотошопе подгонять под ими развертки. Ну, вот это вообще идеально для текстуры, оно прям ровное. Все на сегодня все, в принципе. Если вопрос.